Здравствуйте, друзья! Я расскажу историю про клан Твинитас, который Твинитас, который наподсосил топсайдов, летает туда-сюда, куда скажут. Всем привет, дорогие друзья! С вами дядюшка Розе, и это история про то, как обижают ПВЕшников какие-то непонятные недотопсайды, которые возомнили себя какими-то доминирующим сайдом, когда в клане процентов 40 это Твины. Дядюшка Розе Твинам спот не уступает. Я понимаю, что этот Твинитас клан улетит на трансфере или не улетит, ну куда скажут ему там кураторы ихни. Да, тут такое дело. Игра сейчас не приносит очень много удовольствия. Не вздумайте за 15 тысяч брать, потому что реальная цена Фиола на данный момент это 10 тысяч. По тем ценам, которые есть. Аксессуары 750-850. И краснуха по 450. Так, отошли от темы про Твинитас. Что это за клан? Вы видели недавно видео про то, что я говорю, выбирайте небесный щит, а не злой рок. Кто-то там писал, надо брать молитву. Можно и согласиться, но я бы брал небесный щит. Там в зависимости от ситуации. Если вы соло-одиночка, маньяк какой-то, то да, небесный щит мы убираем. Берем молитву. Если вы играете с какой-то тимой, небесный щит для вашей тимы будет намного профитней. Давайте за Твинитас отхожу от темы. Что произошло? Стоял, никого я не трогал. Две недели назад меня попросили уйти со спотом. Так как я наблюдал картину о том, что все ПВЕ жалуются, вот этот клан Твинитас в поле брани просит работягу уступать споты, чтобы вы понимали. Ну, кладбище, да, кладбище там. Вот такой уровень топсайда. Как не сказали, 90 человек. Ни единого Твина все играют руками без автобоя. Мы в это верим, да. И то бишь, две недели назад какой-то чувачок просит меня подвинуться. Я поступил неправильно, я сразу его слил. Ну, и начал лить весь Альянс Веритас. Потому что топ споты какие-то с элитками там, да. Ну, забирайте, пожалуйста. Ну, а какие-то споты за углами там поле брани, то извините меня. Выводите Твинов с вашего сайда и делайте их обычных работяг. То, что, ну, почему работяга должен уступать спот. Также я понимаю, что я делаю огромную медвежью услугу, за что мне еще Веритас должны забашлять то, что я отсею слабых игроков с их Альянса. Твины то останутся, потому что топом нет смысла там летать по каким-то, да, РБ мелким там каким-то фелис, чертубам, матур, бреки вот эти, да. Они, ну, завели Твина. Твин там бустится синичкой, с этих РБ какой-то пробужденный. Сами прилетели, они там, ну, не графики, они распределяют это все. Что я хочу сказать. Ребят, ну, вы очень оборзели. Вы сведете себя как. Также эти ребята грубят в общий чат, пишут матом в сторону дяди, в сторону канала. Они, соответственно, грубят людям, которые меня смотрят. Я буду высказывать, что я думаю в адрес тех мемберов, которые пишут в общий чат оскорбления про дядю и его канал. Ну, это не дела. Ведите себя. Дядя учится на ошибках. Брать теории, королеву Ли. Серьезного, да, которые тебя просто выводили на эмоции. Ты говорил о них, что думаешь, потому что дядя терпит до поры до времени, но недолго. Ну, да, да, я же рассказывал, да, про то, что меня попросили подвинуться. Я начал их лить. Прошла неделя, я такой думаю, ну, что-то я неправильно делаю. Сначала должен быть диалог, а потом я должен их сливать. Я пишу там высшему руководству Твинитас, говорю, ребят, так и так, погорячился, давайте там жить мирно. Они там сняли с меня вар. Я чисто от души написал письмо с извинениями, да, на клан. Меня никто об этом не просил, я мог этого даже и не делать. Ну, и также прошу извинения у обычных мемберов, которые находятся в альянсе Твинитас. Ну, вас тоже зацепает то, что я не знаю, вы Твинитас или вы нормальный мембер, который там начал играть недавно, да. Каким-то боком вас занесло в этот альянс. Вы даже нормальный там человек, никого не двигаете со спота. Встал на спот, твой спот, все, пошел нахер, правильно. Твинитас должен, Твинитас должны стоять в городе и ложить брусчатку. Я понимаю, что я не могу многим мемберам противостоять, из-за того, что у меня маленький буст, а канал мне не приносит, ну, там вообще копейки приносит, какие-то... Мне кажется, вот этот пик недоната и с донатом пройден, дальше только донат. Буст, все, тяжелее достается, хоть все дешевеет. Так сказать, скоро будет фиол по 10 тысяч поделено. Можно думать, одеваться фиол, там, ботиночки прикупить, это точно нужно. Тоже надо думать об этом. И то бишь, они сняли с меня вар, проходит неделя. Я очень долго ждал, когда меня подвинут, потому что это входило в мои планы, что меня должны подвинуть, слить. И тогда я напишу, я не хочу уступать спот. И, конечно, я же Твинка сливаю. Какого-то... У меня 250 дефа, вы о чем? Это пивной чар, почти играющий в одно окно, 2 часа в день крутящий алхимку, просто в АФК на споте. Вот это такой чар может каждый пойметь, если бы ты начал играть хотя бы годик назад. Можно было пойметь. Надо правильно выражаться. И то бишь, чувак приходит, говорит, эй, подвинься. Я говорю, я уступать не буду. Он такой, мы тут доминирующий сайт, ты будешь до конца жизни стоять в городе. Позвал мамку стоп-20, она меня слила. Потом он куда-то улетел там на РБ, чеку, да, я не знаю, обиделся и потерялся. Приходит еще одна особа, говорит, я хочу тут стоять. Я говорю, вставай рядом, типа, не, нифига, я тяну эти споты, типа, все вычищаю, уступай спот. Опять приходит мамка стоп-20, сливает меня. Какой-то твина альянс и какого-то хера работяга обычный должен уступать спот. Я, конечно, постараюсь, ребят, каждую ночь это делать, сливать твинитос. Но тут Найт Кром выходит, там у меня не будет настроения. Ну, бустю твиночечка, там прохожу гудиновские квестики, параллельно гангаю, качаю твиночечка. Ну что, твиночечку выпала, да, фиолкарта. Решил забустить, еще бурю на него купил. Очень интересненько играть, именно если у вас фиолкарта, вот если стартуете, ищите аккаунт там какой-то дешевый, чтобы была лишь бы фиолкарта в класс, на котором вы хотите играть. Потому что фиолкарта фармит х2 от синей, да, там от красной. У него там пробуды на все скиллы. Магу фиолкарта нужна просто. Или там стою 10 скорость каста, или 150, есть разница огромная, думаю. Ну, как всегда, сделаю нарезочку по пвп против твинитас, против их твинков. Естественно, слив, я так и подпишу, слива фк твинитас, там, ну, ищите с таким названием видосик. Потому что вы сильно борцы, сильно умные. На подсосе у какого-то топсайта клянчите сервер, чтобы вам дали, да, похрючить. Офигели, ни один топсайт не будет защищать твинков, которые даже заводить под тахт твинков. Уже топы ушли в астрал, а работягам, там, ну, нижние локи какие-то должны понимать, я думаю, все. А это какой-то твинитас, рмт, альянс, который сосет ресурсы. Минусы такого альянса на сервере, то, что он сосет с сервера. Он не дает ничего серверу. Рынок сразу умирает с таким альянсом. Потому что ничего не продается. Тупо мертвый рынок. И как раньше бустится в одно окно, покручивал алхимию. Ну, получаю около, там, 20 тысяч алмазов в месяц. Такого уже, я думаю, не будет. Я не буду уступать под твинкам шестерок с топсайда. Шестерок топсайда. Твинкам шестерок топсайда. Напишите в комментах название для такого топсайда. Они и не топсайд, и не пве. Они что-то между какие-то... Получают пизды на межсервере от топсайда, да? И куражатся на сервере, который им там выделили. Чтоб они, бедненькие, там, крючили на доширак, зарабатывали. Посмотрим, что будет дальше. Я с вами не прощаюсь. Как всегда, дядюшка Розе. До новых встреч. То есть, ты можешь зайти в любую локацию, ну, там, где ты по точности можешь пробить. Есть чары, которых ты не пробьешь по точности. Заходишь, подходишь, вот, к чару, который стоит на посту, ткнул, спишь, тишина, ткнул, спит. Достаешь правила патрульно-постовой службы. Так, зачитываешь, на посту спать нельзя. Дальше приговор и приводишь его в исполнение. За то, что спал. То есть, если вы хотите убивать на Объединенных Королевских островах законное правительство федеральных инспекторов, значит, ребята, спать это будет не про вас. Вы будете плитку у бокалейщика ложить.